В минувшие дни в Каспийске по адресу Халилова, 12, в квартире номер 32 произошла утечка газа, которую при обходе обнаружили сотрудники ООО «Каспийсгазсервис». Стоит подчеркнуть, что на тот момент в квартире находилась 90-летняя пожилая каспийчанка. Увидел приоткрытую дверь на зашелку, а тут шел сильный запах газа. Все, думал ее сломать, но получил зашелку открыть. Все, открыл, зашел, сильный запах газа, смотрю, хрипит пожилая женщина. Все, вытащил ее, вывел, благо было на втором этаже. Все, вывел, поставил на первый этаж, соседей позвал, сказал, что воду дали, воду ей дали. Дальше они уже сами, я побежал туда, окна открыл, газ выключил. По словам соседей, никто и не заметил, и не услышал запаха газа, из-за чего и не было предпринято никаких действий. Если бы не сотрудники газовой службы, исход мог бы стать плачевным. Вся квартира была уже жесткой, там чуть-чуть искра и уже взрыв. Три конфорки полностью пропускали, закрыты окна были, дверь вот так на зашелку была приоткрыта, я еле ее открыл. Ну, тогда я по-любому сломал зашелку, потому что запах был жесткий на весь второй этаж. Чтобы не допустить в будущем подобных ситуаций, сотрудники организации обратились к соседям пожилой женщины с просьбой периодически проверять квартиру. А также попросили хозяйку жилого помещения улучшить систему подачи газа для безопасности. В свою очередь специалисты ежедневно проводят подобные обходы. Это наша прямая обязанность, ежедневное обслуживание газооборудования города Каспийска. Город растет, развивается, растет наша ответственность. В связи со сложившейся ситуацией сотрудники ООО «Каспийсгазсервис» просят следовать рекомендациям. А именно позволять сотрудникам проводить осмотр жилых помещений при рейдовых мероприятиях. Проблемы, которые связаны именно с допуском, нас не касались. Чтобы люди впускали помещение, чтобы сами обращались, если есть запах газа в помещении, что-то не работает, какая-то газоопасная работа и так далее, чтобы было делано газовиками, не сотрудниками других учреждений, а именно газовыми службами. В случае чрезвычайных ситуаций следует обращаться на горячую линию ЭДДС, либо в аварийную службу газовой организации.